Чем занималось в России временное правительство? Как были политиканами и ораторами, так это и продолжалось. Как победить мятежную армию? Но это была игра с обоих сторон. И в результате рано или поздно они должны были прийти к столкновению. Почему большевики не сразу захватили власть? Пока есть Керенский, будет в России смута и вот эта вот мутная вода, в которой можно наловить рыбу. Зачем министры открыли тюрьмы и отменили полицию? Он вообще поехал в Троицергиеву Лавру, пытался постричься в монахе. Ему сказали, что нет уж, давай продолжай расхлебывать ту кашу, которую заварил. Таврический дворец. Величественное здание в центре Санкт-Петербурга, на улице Шпалерной. Сегодня здесь располагается межпарламентская ассамблея стран-участниц СНГ. А в тревожные и смутные дни 1917 года оно на короткое время стало центром сосредоточения власти и принятия важнейших политических решений, определивших судьбу империи. Здесь оказались люди, которые сначала хотели всего лишь отстранить царя и установить в стране мир и демократию. Как всегда бывает, вслед за этими словами наступил хаос и смута. А когда идет мировая война, причем идет уже отнюдь не первый год, и все устали от этого, и армия устала, и население устало, то в общем и целом тут любая попытка расшатать лодку, это в принципе приводит к ее переворачиванию. Именно в стенах Таврического дворца II по новому стилю 15 марта 1917 года возник орган власти, взявший на себя управление империей после отречения Николая II. Здесь, в этих кабинетах работали те люди, которые совершили февральскую революцию и свергли самодержание. Кем же они были? Нарочно или по иронии судьбы, но левое крыло здания заняли левые политические силы. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов или Петросовет. Петросовет не избирал никто, вообще никто. Собралась толпа солдат, и люди, которые перед ней выступали, сказали, что они Петросовет. Вот все. То есть Петросовет не то, что нелегитимный орган, он вообще никакой. То есть просто собрание людей. А правая часть дворца так и осталась за правой Государственной Думы. Точнее, после февральского переворота и распуска Думы остался так называемый Временный ее комитет. Именно Временный комитет вел переговоры со ставкой, по всем вопросам, которые были связаны с встречением. Именно Временный комитет на переговорах с Петроградским советом сформировал Временное правительство и сформировал его программу. И эти две политические группировки оказались в одном Таврическом дворце. В первые дни после отвлечения императора многие важнейшие вопросы решались буквально в его коридорах, при случайных встречах между теми, кто находился в правом или левом лагере. Впрочем, некоторые политики, например, Керенский или Чхеидзе, ухитрялись входить в обе организации. Так, в этих роскошных интерьерах из представителей левых и правых и родился единый орган госуправления. Временное правительство. Власть формально оказалась в руках у Временного правительства, которое обладало временным верховным статусом. То есть, по сути, формально сконцентрировала в своих руках власть, которая на самом деле даже превышала полномочия государя-императора, потому что уже последние десятилетия Российской империи он правил вместе с законодательными палатами, Государственным Советом, Государственной Думой. А Временное правительство, собственно, правило формально независимо от них. Кем были эти люди? И почему они изначально назвали этот кабинет министров Временным? Все дело в том, что они ждали выборов в новый парламент, учредительное собрание и затем формирование нового легитимного кабинета министров. Временное правительство – это ведь власть, которая опирается непонятно на что. То есть, вот, рухнуло самодержавие, будет собрано учредительное собрание, будет созвано учредительное собрание, которое примет новые законы, конституцию, решит все вопросы, все ждут это учредительное собрание, в промежутке кто-то должен управлять. Соответственно, наиболее известные люди на тот момент депутаты создают правительство. Лидеры февральской революции – это вовсе не выдвиженцы из простого народа. Среди них были и князья, и богатейшие промышленники, и госслужащие. Влиятельные и хорошо известные в Петрограде. Белый генерал Антон Деникин писал о них. В начале революции временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здравомыслящих слоев населения. Весь старший командный состав, все офицерство, многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства. Как опытные депутаты, со своим лояльным электоратом они надеялись постепенно перейти из рядов временного правительства в новый законный орган власти. Однако все вышло совсем не так. Новые хозяева смогли продержаться недолго. В основном это, так сказать, люди там не засиживались, так сказать, очень многие там были, собственно, два месяца министрами, четыре месяца министрами. Очень часто это действительно были, так сказать, представители, так сказать, образования, инженеры, деятели местного самоуправления иногда. К осени в стране сложилась патовая ситуация, которая и привела к Октябрьской революции. И в итоге все министры временного правительства оказались арестованы. Это знаменитый Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Именно сюда они и попали. Более того, некоторые камеры им пришлось делить с царскими министрами, которые весьма потешались над такой встречи. Как они это допустили? Что они наделали или чего не сделали на своих постах? У людей, которые не имели никакого опыта государственного строительства, не могло, в принципе, ничего получиться. Причем они имели опыт политической борьбы, вот они и занимались. То есть вот как были политиканами и ораторами, так это и продолжалось. В первый состав временного правительства вошли 12 человек. Менее половины из них остались на своих постах до нового Октябрьского переворота. И совсем немногие отметились хоть и непопулярными, но хоть сколько-нибудь решительными действиями. Кроме крупного предпринимателя, миллиардера Михаила Терещенко, взявшего портфель министра финансов, все остальные были членами Госдумы или Госсовета. Они пытались создать видимость демократии и сформировать правительство, учитывающее интересы всех слоев населения. И те, кто сделал государственный переворот, они начали пытаться проводить какие-то реформы, причем реформы популистские. То есть популистские, когда реформы проводятся популистские, это значит подразумевается, что они очень широко объявляют, и она очень хорошо звучит на словах. Но в принципе под ней ничего нет, потому что вообще-то нет возможности провести реформы во время войны. Проблема заключалась еще и в том, что все министры Временного правительства были людьми из разных политических партий с кардинально противоположными взглядами на будущие реформы. Кроме того, находясь в эйфории, на вершине власти они абсолютно не учитывали довольно весомую политическую силу. Местные советы, которые были весьма популярны среди простого народа. Они-то думали, либералы, что вот сейчас вся власть у них в руках. У них и законодательная власть была, и исполнительная, и на места они своих комиссаров разослали. Но выясняется, что революция, она вот просто так никого к власти не пускает. Созданы были, сформированы были советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые имели реальные на местах полномочия благодаря своему огромному авторитету. То есть рабочие солдаты готовы были слушаться Временного правительства, их представителей, только при условии, что Совет не возражает. Кроме того, реальной властью обладал Петросовет. Его нельзя было списывать со счетов. Временное правительство с первых дней своего существования вступило с ним в конфликт, но не делало ничего для решения этой проблемы. Значит, вот этот Петросовет, который можно было разогнать, его не разогнали. Петросовет только и занимался тем, что только критиковал действия Временного правительства. Там есть что критиковать. Но он критиковал их совершенно огульно и занимался тем, что укрепил свою власть. Знаменитый Мариинский дворец. До Февральской революции здесь располагался Госсовет и Царское правительство, Совет Министров. Временное правительство начало свою работу именно в этих стенах. Оно пробыло там до августа 1917 года, после чего переехало в Зимку. Императорскую резиденцию. Возглавил кабинет князь Георгий Львов. Он же занял пост министра внутренних дел. Кресло председателя было предложено ему не случайно. Именно этот человек руководил Всероссийским земским союзом, который был создан в 1914 году и являлся главной общественной организацией. Известный и популярный политик, сказали бы мы сегодня. Он по своим взглядам был очень демократичным, таким толстовцем, я бы сказал даже. Он, собственно, и сам в этом признавался активным, большим почитателем был Льва Николаевича Толстого. Он был противником любых административных стеснений, считал, что дело нужно делать максимально широко, полностью отдавая все в какую-то общественную инициативу. Поэтому он был горячим сторонником ликвидации всей административной вертикали в стране, то есть губернаторской власти, полиции. 3 марта 1917 года была обнародована Декларация Временного правительства о его составе и задачах. Согласно этому документу, полиция подлежала замене на народную милицию, которая подчинялась даже не Временному правительству напрямую, а органам местного самоуправления. Доступ в новую милицию полицейским чинам был запрещен. Милицию хотели сделать как народное ополчение правопорядка. Правда, на штатных должностях. Жалование было небольшим, и желающих стать милиционерами было немного. Есть воспоминания по этому поводу, как ведет себя народная милиция. Идет караул, делают вид, что они охраняют порядок, идут с винтовками, им боятся отдавать патроны, потому что непонятно, как они будут их применять. Их обычно сопровождает какой-нибудь демобилизованный солдат, который в кармане шинели все эти патроны несет. В случае необходимости он должен им раздать, а потом желательно, чтобы он у них забрал. Если сможет, конечно. То есть все это, на самом деле, очень наивный такой детский сад. 5 марта князь Львов лично отправляет циркуляр на имя губернаторов о том, что их должности тоже упраздняются. А обязанности перекладываются на председателей земских управ. Реформу органов правопорядка он, как министр внутренних дел, также контролировал лично. Князь Львов, те 4 месяца, когда он был у власти, он был абсолютно этим доволен. Он считал, что именно так страна и может развиваться. Хотя, на самом деле, в конце своего короткого управления он вынужден был признать, что наступила полнейшая анархия. Он в июле подал в отставку в знак протеста против того, что земельные комитеты, созданные в это время, просто начинают отнимать у помещиков землю в свою пользу. Ну и, собственно, в июле, обвинив всех в том, что все пропало, он вообще поехал в Троицергиево-Лавру, пытался постричься в монахе. Ему сказали, что нет уж, давай, продолжай расхлебывать ту кашу, которую заварил. Министром иностранных дел стал Павел Мюлюков, лидер Конституционно-демократической партии, она же партия народной свободы. И еще ее называли партией кадетов. Он считался однозначным кандидатом на этот пост. Это был неформальный лидер прогрессивного блока, то есть думского большинства. Это человек, который, опять же, тоже сыграл очень важную роль в февральской революции. И накануне, собственно, когда произносил свою знаменитую речь 1 ноября 16-го года, где обвинял, собственно, императрицу и премьера-министра Штюрмера в государственной измене. И потом, в феврале 17-го года, он, в общем, именно он убеждал депутатов не расходиться, создать временный комитет Государственной Думы, чтобы принять власть. Адвокат Александр Керенский вошел во временное правительство как министр юстиции. Ему удалось это сделать по собственной инициативе. Его никто не выдвигал. В Думе он был лидером народнической фракции трудовиков, но уже в марте вернулся в свою родную партию эсеров. Первое, что он сделал на посту – раскрыл тюрьмы, освобождая узников царского режима. Керенский, да, так сказать, как министр юстиции, он в марте 17-го года обеспечивал всеобщую политическую амнистию, собственно, выпускал из тюрем всех политзаключенных, включая террористов. Но, надо сказать, что одновременно с ними-то все уголовники вышли. Потому что, опять же, а кто будет, собственно, их охранять? И потом фактически, фактически тюрьмы почти не функционировали, хотя там были попытки действительно арестовывать в июле большевиков. Но, в общем, вот, скажем, с уголовщиной бороться было совершенно некому в 17-м году. Должность военного и временно морского министра занял Александр Гучков, возглавлявший до того военно-промышленный комитет, который объединял предпринимателей, пытавшихся помочь правительству во время войны. Собственно говоря, он тоже не случайно на этом посту, потому что до этого был председателем Центрального военно-промышленного комитета. Имел широчайшие связи в военных кругах среди генералитета, офицерства. Сыграл очень важную роль в победе февральской революции, собственно говоря, в срыве, так называемого, карательного похода на Петроград. Собственно, знакомые ему офицеры договаривались как раз с генералом Ивановым, о том, что, так сказать, тот не будет предпринимать никаких активных шагов. Гучкову пришлось крайне нелегко. Первым же решением, который принял после февральской революции Петросовет, был так называемый приказ номер один. По сути, он полностью отменял в армии субординацию и дисциплину. И министр временного правительства тоже был обязан этому подчиняться. Сначала временное правительство разрешает любую пропаганду в армии. Любую. После этого в армии начинаются кризисы разложения. Главным в приказе был третий пункт, согласно которому во всех политических выступлениях воинские части повиновались не офицерам, а своим выборным комитетам и советам. Все оружие передавалось в распоряжение и под контроль солдатских комитетов. Приказом вводилось равенство прав нижних чинов с остальными гражданами в политической, общегражданской и частной жизни. В результате отменялось титулование офицера. Гучков был противником этого знаменитого приказа номер один, который отменял военную дисциплину, но на самом деле ничего противопоставить ему не смог. Наоборот, сам начал активно осуществлять чистки в генеральской, в офицерской среде, вычищая тех, кто был у него на подозрении как монархисты. В результате, собственно, 60% генералитета и высшего офицерства, они просто были отправлены в отставку в это время. Как показало время, это было совсем не кстати. 18 апреля министр иностранных дел Павел Милюков выступил с заявлением о продолжении войны и выполнении всех пунктов договора царского правительства. И первый кризис апрельский – это когда Милюков продавил через Временное правительство ноту о том, что мы будем сражаться вместе с союзниками, и Россия не отказывается от своих обязательств. А подтекст был такой, что ну и от своих претензий на свой кусок после победы. Милюков был сторонником империалистических захватов. Главной целью на посту главы внешнеполитического ведомства он видел присоединение к России значительных территорий. Черноморские проливы Босфоры, Дартанеллы, земли Армении, Кенигсберг и Голицу. А за это народ уже воевать не хотел. И просто возмущенные солдаты, в том числе, кстати говоря, те, кто потом был за Керенского, вышли на улицы с лозунгами «Долой Милюкова», «Долой министров-капиталистов». Солдаты Петроградского гарнизона потребовали отставки Милюкова. В итоге, не получив поддержки ни внутри правительства, ни даже от собственной партии, министр ушел в отставку. Однако митинги не прекращались. Недовольство правительством росло. Люди начали понимать, что новые министры, как лебедь, рак и щука, тянут ВОЗ в разные стороны. Тогда внутри Временного правительства была создана коалиция либералов и социалистов и принято Соломоново решение. В майской декларации 17-го года коалиционного Временного правительства было заявлено о том, что Временное правительство борется, да, против германского милитаризма, будет вестись война до победного конца, но чем раньше она закончится, тем, конечно, лучше, а самое главное, что Временное правительство отказывается от любых аннексий и контрибуций. То есть, за что мы воюем, вообще непонятно, да, так сказать, хотим сокрушить германский милитаризм. Вот, собственно, единственная цель войны, начиная с мая 17-го года. Военного министра Гучкова также отправили в отставку. Его место занял бывший министр юстиции Керенский. Внутри Временного правительства во главе с ним образовалась крепкая тройка интриганов-популистов. Остальными двумя были Михаил Терещенко и Николай Некрасов. Именно эти люди фактически и правили страной вплоть до Октябрьского переворота. Николай Некрасов, левый кадет, противник, главный противник Милюкова внутри кадетской партии. Человек, который все время против Милюкова интриговал, пытался его, собственно, скинуть, как лидера кадетов. Стал министром путей сообщения в марте 17-го года. Попытался максимально демократизировать управление. Это плохо получалось, потому что, вообще говоря, те же самые железные дороги не могут быть демократизированы. Они должны действовать. Но, тем не менее, он передал контроль над железными дорогами специальным общественным советом и этим всячески гордился. С началом лета в массах начало проявляться недовольство уже не отдельными министрами, а всем временным правительствам. В июне народ снова вышел на улицы. Демонстранты несли лозунги «Долой министров-капиталистов!» «Хлеба мира свободы!» «Долой войну!» «Вся власть Совета!» Во главе этих выступлений стояли большевики. Либералы не хотели проводить те социальные преобразования, которые бы удовлетворили Советы. Советы требовали уже взять под контроль землю, нарушая тем самым священное право частной собственности, столь близкое либералам. Советы требовали регулирования экономики, потому что голод надвигается, и, собственно, уже при царе начались эти перебои с продовольствием, с поставками продовольствия. Временное правительство понадеялось, что, одержав крупную победу на фронте, оно успокоит митинги. Керенский бросил 8-ю армию генерала Корнилова в наступление. Это была последняя наступательная операция российских войск. Она провалилась с крупными потерями. В июле Петроград лихорадило еще больше. Большевики вывели на улицы толпы недовольных, и они были вооружены. Мятеж с трудом удалось подавить. Лидеры большевиков, среди которых был и Ленин, скрылись в подполье. Однако Керенский теперь после отставки Львова премьер-министра боялся новых митингов. Чтобы справиться с большевиками, ему требовалась армия, большая часть которой уже давно находилась в деморализованном состоянии. Керенский решил бросить на подавление Петроградской оппозиции оставшиеся боеспособные части и верного военачальника. И таким человеком, на его взгляд, оказался генерал Корнилов. И это действительно был человек очень сильной, мощной воли, обладавший авторитетом. Его тут же признали в армии, несмотря на довольно небольшой его чин, он был всего-навсего генерал-майором. Его офицеры на руках принесли в Минске, когда стало ясно, что он теперь верховный главнокомандующий. Популярность была огромная. И прежде всего Корнилов двинул свои войска, двинул казаков на Петроград для того, чтобы убрать эту всю пятую колонну, которая мутила жизнь Петрограда. Однако по мере приближения частей Корнилова к Петрограду Керенский начал подозревать, что генерал намерен полностью захватить власть в столице. У того были все возможности это сделать. И тогда верховный главнокомандующий пошел на Попятного. Фактическое двоевластье тут впервые сыграло ему на руку. Большевики прекрасно поняли, что им от армии Корнилова пощады не будет. И присоединились к Керенскому. Тут же на встречу Корнилову были отправлены те войска, которые еще подчинялись председателем правительства. Большевики тоже почувствовали в этом угрозу. С Керенским они могли легко справиться. Они понимали, что это некое мягкотелое, амевообразное образование. С ним легко можно покончить. И пока есть Керенский, будет в России смута. И вот эта вот мутная вода, в которой можно ловить рыбу. А если придет Корнилов, то тут уж пиши, все пропало. Этот человек железной рукой наведет порядок. И никаких надежд на октябрьский переворот, скажем так, или на какой-то другой переворот, ноябрьский, декабрьский и прочий сентябрьский, уже не будет. Поэтому большевики здесь сомкнулись с деятелями Керенского и выступили, выслали своих агитаторов. Большевистские агитаторы ждали эшелона Кормилова на подступах к Петрограду. Когда солдатам объясняли, что на самом деле они идут воевать против советов, они разворачивались и отходили. Советы были весьма популярны в армии. Так закончилось Корниловское выступление, которое потом сам же Керенский назвал мятежом. Но это была игра с обоих сторон. И в результате, рано или поздно, они должны были прийти к столкновению. Просто в данном случае Керенский переиграл Корнилова, обхитрил его. Но Корнилов хотел обхитрить Керенского. Просто Керенский оказался умнее. Он просчитал ситуацию, но в конечном счете самый умный оказался Ленин, который оказался шахматистом на порядок лучшим, чем Керенский и Корнилов вместе взяты. Он просчитал не на два хода вперед, как Керенский, а на три. И выиграл партию. Временное правительство так не сделало главного, для чего создавалось. Не организовало созыв законного парламента, учредительного собрания. Несмотря на это, отдельные министры впоследствии вошли в советские органы власти и еще долго работали в них. Александр Керенский сбежал за границу и долго пытался взять реванш с помощью иностранных интервентов. Но ему больше никто не верил. Никто не хотел повторения драматических событий 1917 года. Редактор субтитров А.Семкин